Приветствую вас! Вы знаете, начать мне хотелось бы вот с чего. Вы пишете, что к психологу я попасть не могу, ввиду финансовых трудностей. Поэтому обращаюсь сюда. А мы тогда кто? Мы не психологи? То есть в этот момент он бросился в глаза. Ну, лично мне. По крайней мере. Это, значит, первое, что хочу сказать. Дальше. Как я понимаю, вы очень болезненно перешили развод родителей. Мне бы хотелось узнать, почему. То есть, ну, когда они развелись, вы были, хоть и достаточно взрослые, вам было 22 года. Это не 15, не 10, это 22. И, по какой-то причине, вы из этой ситуации вышли с невроз. Ну да, ваш ответ начал на вас нападать. Ну, по какой причине вы восприняли это так. То есть, он ударил вас. Это, безусловно, неприемлемо было. Это понятно. Но, по какой причине вы восприняли все так, что это развилось в ту форму, в какую сейчас, ну, в какой сейчас мы можем это все наблюдать. Вы пишите, в это время мать была больна психозом. Если она была больна психозом, то, соответственно, опять же, непонятно, почему она была не в больнице. А я жила с ней. По какой причине? Ситуация стала невыносимой для психики. У меня появились дикие. Я все время находился в состоянии боевой готовности. Что это значит? Мысли о посторонних лебедях. Типа, сейчас нападут, они обратно хотят унизить. Это у вас появилось после контакта с отцом? Извините. Или как? Что произошло-то вообще? Вот вы в конце пишите, что, значит, что вы проходили лечение, и вас лечили антидепрессант. Я совершенно точно могу сказать, что мало. То есть, ну, антидепрессантов как бы мало. Для лечения. Если вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. То есть, для того, чтобы вас вы вылечили, да, чтобы вы вылечили, ну, мне кажется, что антидепрессанты не то, что вам следует использовать. То есть, не только. И здесь, опять же, вопрос к вам, как бы, что вы делали дальше. Так? Ну, как бы, вот. Что вы делали в дальнейшем. Скажем так. Вот. Мне кажется, это очень важная история. Потому что она, ну, напрямую влияет на то, что происходит сейчас. То есть, причина того, что с вами происходит не в АЦ, как могло вам показаться на первый взгляд. Не в АЦ. А именно в том, что было до этого. Потому что очень похожий на то, что вы, ну, просто изначально были восприимчивы. Просто изначально были восприимчивы к всем этим вещам. Вот. Дальше. Значит, сейчас нападут, они опасно и хотят унизить. Ну, это ощущение, что здесь вы, вам хочется, как раз таки, поддержки. Это ощущение, что вы хотите внимания. Вот. Значит, если эти мысли обстановкой подтверждались, у меня начинало трясти. И для меня было это ужасным позором. А почему? Ну, что позорного-то в этом? Вы для себя видите. Откуда? А вы это так воспринимаете? Почему? Когда мы заболели на психическом настройстве, некоторые доброженатели не стеснялись мне окружающим говорить, что это генетически и т.д. И что? Ну, они говорили. И что дальше? Почему вы это так воспринимали? Ну, говорили, говорили, как бы. Вот. У меня же с страхами появился страх не казаться, не казаться психически ненормальным. Вот столько не... Короче, страх, значит, показаться сумасшедшим. Спасывайте. Вот. А что бросило-то опять же? В итоге, я страх такого позора. Что позорного? То есть, кто вас постоянно обвиняет? Внутренне. Я бросил в работу. Периодические конфликты на работе и... Рязко. Стало поводом насмешек или испугов со стороны окружающих. Ну, потому что это нужно было лечить. Эмммм... Смотрим и решить было неминациимо. Приютила родственницы. Какое-то время она меня задрожняла, но требовалось, чтобы я вышла на работу, а я не могла. Ну, возможно, можно было работать по интернету. Не могла, по причине того, что чувствовалась, что нахожусь в таком разладе с собой, что куда мне с окружающим контактировать. Только лишь раз подтверждаться факт, что у меня что-то не так, так с вами что-то не так. Кстати, мне нужно работать, не подтверждать, а работать. Признать проблему и работать с ней. И как часто в таких ситуациях бывает, я стал искать мужчину, а вы считаете это нормально? Поддержки и понимание не было ниоткуда. Так, а вы, а у вас, у самой? Искал я такого, чтобы не причинил никакой психологической боли. То есть, по сути, искал я такого, кто не давал бы вам, значит, возможность реализовываться. Не развивал бы вас. Ну, получается, получается так. Так, аутисты узнал об этом два года назад, познакомились восемь лет назад. Ну, и когда узнали, что произошло. Мне было с ним спокойно, он не умел врать, друзей не было, целый день дома за комп-играми. И вас это устраивало. В итоге, после совместной жизни, через пять лет у меня развивалась депрессия. Она была ли вам диагностирована? Я перестал есть, плохо спала. А что изменилось? То есть, вам было с ним спокойно, а потом что-то изменилось. И причина этого, как я сейчас понимаю, была постоянная эмоциональная холодность, ощущение, что живут роботом, машиной, но не человеком. Ну, вы знаете, я, конечно, могу ошибаться, но машины, роботы в компьютерные игры не играют. Так что, здесь опять же, скорее, вопрос про ваши попременности. Так, эээ, я бы сказал, истерическое, наверное, поведение, то есть, попременно своего внимания. Какая вы, кстати, себе запрещает. То есть, внутренний считает себя недостойной этого. Так, эээ, дальше, эээ, итак, попытка убежать в брак стала в жиреном стрессе. Ну, это нормально, когда пытаетесь убежать в брак, это обычно ничем хорошим не заканчивается. Он до сих пор, в 90-й год, живет со своими детьми. Отдельно жить не хочет, мне уже не надо. А что вам надо? И вы родня, преимущественно, алкоголики в нескольких поколениях. Ну, вы об этом знали, наверное, когда вы ходили за него. Ээ, вмешивались очень сильно, вмешивался очень сильно, ни разу не то, чтобы не заступился, а чтобы ничего не решать, стал видеть меня. Ну, то здесь вы, получается, представляете себя жертвой. То есть, непонятно, кто вас тут вмешивался, куда и для чего, но вы жертва. Вот эти чувства и привели меня к депрессии. Какие чувства? Я не понимаю. Которые продолжаются и последние дни, правда, не в такой выраженной форме. Знаете, депрессия, это, как раз таки, без чувств. То есть, депрессия, это полное подавление чувств, вам честно говоря. Так что, вы извините, но тут какая-то не состыковка. Я начала становиться закомплексованный и потерянный, и все должное, со мной виноватый в нападках его родителей. Ну, вы знаете, по поводу закомплексованности, мне кажется, все началось раньше, еще до брака. Разве не комплекс, что вы боитесь позора? Разве не комплекс, что вас напрягают надмечки? Поэтому вы не становились, вы уже были в таком. Потерянные? Потерянные были. Все должное и самой виноваты? Ну, не знаю, возможно, раз отец вас мог позволить себе вас ударить. Возможно и так. То есть, личной границы нет в семье. У него же с ними отношения не менялись, он оставался мысленно нехорошим. А вы считаете, как вы к этому относитесь? Ну, то есть, почему вы об этом написали? В общем, когда я поняла всю абсурдность поведения мужа, было уже поздно. Знаете, Анна, я не очень верю в то, что вы ее не понимали. То есть, вы меня измените, опять же, конечно, но сложно представить, что такой человек, как ваш муж, да, после 5 лет внезапно что-то в себе поменял. Ну, сложно представить. То есть, скорее всего, нет, скорее всего, ничего не поменялось. Скорее всего, вы просто что-то изменили, что вас подтолкнуло к этому, вас что-то изменилось, но никак не в муже, да и в родне тоже. Можно здесь вы перекладываете уже ответственность. Я на самом деле чувствую себя инвалидом и моральным, и моральным, и моральным, и физическим. Ну, такого. Что есть инвалид? Валид это, инвалид это особенный человек. Вы особенный человек. Нужно принять свои особенности и использовать их себе во благо. Тогда вы раскроетесь, но этого нужно учиться. Дальше, работать я не могу. Очень сильный страх в социуме. Еще раз, в интернете. У меня есть образование. То, чем я всегда хотел заниматься, все обрабатывается страхами. Ну, это страх, и мне опять же нужно работать. Пытался строиться по образованию, но не могу находиться укрепленных людей, мне начинают открывать панический страх. В общем, кошмар, это не так слово. Мне кажется, что... Знаете, вот у вас преувеличение. Я не хочу сказать, что вам легко, не хочу сказать, что вы обманываете, но мне кажется, что вы склонны преувеличивать историю. То есть, панический страх, второе всего, это, безусловно, неприятно, это, безусловно, тяжело, это, безусловно, ужасно, но это не кошмар, как в убийстве с большей буквы. То есть, еще раз повторю, известно, у вас может наблюдаться истерическая, истерическая модель поведения, то есть, болезненная потребность во внимание. В итоге я убежал, отказавшись с адвокантом. Ну, как сказать, вы не хотите быть самостоятельными, вы не хотите брать на себя ответственность, родители вас этому не научили. Сейчас я съехал от Муни, очень хочу развеститься, не видеть. Его обмена рядом с ним очень тяжело, меня, словно, дают, тиски помещают. В ужасное отношение, скорее всего, понятно только тем, кто имел связь с Сутистами. Да нет, в принципе. Только у меня вопрос к вам, как вы жили с этим. Радости в жизни нет, правильно, так что все ваши желания подавлены, работать я так не могу. Нет, скорее всего, вы не хотите работать. Точнее, может быть, вы не считаете себя достойными этого. Потому что страхи... Если бы вы хотели чем-то заниматься, страхи бы вам не мешали. На данном этапе имею некоторые издерешения, которых мне может хватить на месяца три отдельной жизни. Но мне кажется, я переоценил свои возможности и недооценил уровень психологического состояния. Возможно, мне на самом деле очень тяжело, у меня нет поддержки, нет друзей, не помочь никому. А почему вы все время ищете помощь? Как насчет того, чтобы полагаться на себя? Как насчет того, чтобы эти деньги потратить на то, чтобы обрести какую-то почву под ногами, вам самой? И чтобы поработать, например, с психологом, да, в течение трех месяцев, ну, не знаю, сколько, сколько у вас получится. Вот. И потом уже вырабатывать нормально, более-менее. Если вы действительно настроены, настроены на работу, на постижение себя, на раскрытие себя. Вот. Так. К психологу попасть не могу, если не взорву эти отношения, боюсь, не обратимся в последствии, такие награды. Могуете распутать этот клубок? Ну, хорошо. Клубок можно распутать только при работе с ванкой. Как вы понимаете, клубок достаточно серьезный. Время это займет тоже очень много. Как вы это видите. Хотелось бы знать. И опять же, та же самая ситуация, что и с работой. Сработать вы вроде бы хотите, вроде бы, но страх нельзя. Если вы тоже помочь себе вроде бы хотите, но денег нет. Хотя сбережения есть, денег нет. Это вопрос выбора. Смотрите на результат. Вот по итогу результат какой? Он один. У вас ничего нет. Вы ничего не приобретаете. Вы ничего не получаете. По итогу. Объяснений можно искать очень много. Это можно, на самом деле. Дальше. Так. Возможно, кто-то из вас останется нервничным и сможет оказать поддержку. Ну, здесь вы явно рассчитываете, иногда если вас будут спасать. Нет. Психологи спасать вас не будут. Мы работаем с клиентами, мы помогаем им, но мы не спасаем. Значит, существуют бесплатные психологические центры, где вам могут помочь. То есть, это, опять же, было бы желание. Да. Выгод всегда найдется. Найдется. В СССР мне ставили с безросткового возраста. Депрессию лечили психиатры антидепрессантами. Не помогли. Плюс во время отмены я вновь с такой одной землей. Ну, опять же. Опять. Что это значит? Сейчас лечили антидепрессантами. Не лечится депрессантами. Понимаете? Депрессия лечится психотерапией. А для депрессантов всего лишь средства. Ну, вот у меня к вам вопрос. Что же вы делали? Вот так, Анна, можно ответить вам на ваш должный вопрос. Когда еще жить, спрашиваете вы. Вопросы на себя. Не рассчитывать на помощь. Перестать перекладывать ответственность. На других. В вопросах. Ну. В собственных вопросах. Ну вот. Мне видится. Мне видится. Мне видится так. Я не думаю, что одному человеку, вот одному человеку, ну не очень, очень много. Я не думаю, что что-нибудь, вообще что угодно, способно установить того, кто реально хочет что-то сделать. Ну, вообще. В жизни. Вот. Другое дело, что у меня нет ощущений, что вы реально хотите. Прочитайте, в интернете, про психологическую игру, она так и называет, психологическая игра, тупик. И психологическая игра, да, но, прочитайте. Я надеюсь, вам это поможет. Хорошо бы, если бы вы в общих чертах, в общих чертах, проанализировали бы концепцию жизненного сценария без разума, но очень похоже на ваших историях. То есть, чувства бушуют, а анализ никакого. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok